Я люблю свою деревню. Мне очень нравится, потому что с того времени, как раньше было и сейчас, намного все лучше стало. Детскую площадку какую построили, деревья насадили, у нас цветники разбили, у нас даже скамейки теперь везде. Раньше такого все равно не было. Почему плохо? Очень хорошо. Жизнь в селе. Какая она, эта жизнь? Есть в ней свои неоценимые преимущества. Свежий и чистый воздух. Многие занимаются птицеводством. В хозяйстве есть куры, утки, гуси и индюки. Селково проживает почти 1400 человек. Антонина Владимировна Самохина живет в селе с 1975 года. В ее огороде чего только не растет. Свежая зелень, овощи, фрукты, ягоды и цветы. Из Петербурга в гости приехала родная сестра. Антонина Владимировна шутит, что никакой экономический кризис им не страшен. Земля их богатство, она требует большой ответственности и не терпит спешки. Чем живут в Селкове? Ой, чем живут в Селкове? Добротой. Добротой живут. Добротой. Все люди добрые, все люди хорошие. Так что не на кого обижаться. Да. Вот. А это у нас вообще золото. Это вообще золото. Такое хорошее. Вот домой принесет. Не положится в ящик, а принесет домой мне. В селе Селково три проблемы. Первая – нет горячей воды. Вторая, по мнению жителей, тарифы за вывоз мусора завышены. А еще не хватает рабочих мест. Ну, это в основном агрокомплексы. Это у нас Ходьковское, Росмолоко. Ну, оно сейчас, конечно, работает не в полной мере. То, что было, как раньше. Но основная часть населения ездит, как и везде, наверное, на селе. Это в города, там работает. Вот. Мы сейчас, на сегодняшний день, строим в древне Таргашино пожарное депо. Это будет примерно до 30 рабочих мест. В Селково есть своя сельская амбулатория. Для повышения качества оказания медицинской помощи осмотр взрослого населения провели во вторник. А сегодня мы ждем специалистов из Москвы, из центра Пирогова. Это специалисты четырех профилей. Хирургия, кардиология, неврология и ортопедия. И они... Дело в том, что, я думаю, большая польза будет от этого посещения. Они посмотрят, может, предложат какую-то высокотехнологичную помощь. Меня привела что-то боль, какая-то мутная боль в голове к невропатологу. В нас в районе попасть к невропатологу по записи, я имею в виду, по электронной записи, очень сложно. Поэтому просто, как только прочитал объявление, сразу сюда приехал. Специалисты российского геронтологического научно-клинического центра имени Николая Пирогова на месте провели консультации по диагностике заболеваний. Если необходимо, специальная комиссия даст рекомендации на госпитализацию. Мы проконсультируем всех желающих, кто сегодня пришел, да, и дадим какие-то рекомендации дальнейшие. То есть это будет зависеть от каждого индивидуального случая. А в руках это наша информация о нашем центре, да. Сегодня мы будем ее раздавать желающим, да, и они узнают, какие специализированные приемы, по каким направлениям в нашем центре осуществляются. Врачи научно-клинического центра имени Николая Пирогова уже провели осмотр взрослого населения в Шеметовском и Богородском поселениях. В Силкове медицинскую консультацию получили больше ста человек. В том числе и почтальон села Лариса Шевченко. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Тема.